Судьба резидента без грифа секретна. В Москве открылась выставка, посвященная легендарному советскому разведчику Киму Филби. Англичанин, 30 лет работавший на Советский Союз, несколько раз был на грани провала. Добытые им документы смогли изменить ход истории. Секретность некоторых снята только сейчас. Анатолий Лазарев расскажет подробнее. Любимое кресло, портфель, радиоприемник, шайба, вылетевшая на трибуны на турнире «Извести» в 1978 году, которую поймал Филби. О жизни людей, чья профессия оставаться в тени, как правило, известно намного меньше, чем об их работе. Выставка о легендарном Киме Филби, одном из руководителей британских спецслужб, на протяжении 30 лет бывшим советским агентом, уникальная возможность больше узнать о личности знаменитого разведчика. Последние свои 25 лет он прожил в Москве. Вещи для экспозиции предоставила его вдова. Вообще не прост, в быту неприхотлив, вспоминает Руфина Ивановна. Всегда и во всем джентльмен. Это у представителя одной из старинных фамилий Англии в крови. Решил посетить Елисейский магазин, открыл дверь, чтобы пропустить даму. Прошла дама, за ней хлыбнула толпа. И он говорит, я так стоял, держал дверь, как швейцар. Уже сам пройти. Один из знаменитой кембриджской пятерки. 30 лет на грани разоблачения. Он передавал Советскому Союзу секретные документы исключительной стратегической важности. Некоторые из них служба внешней разведки России обнародовала только сейчас. За любой из этих документов человек их доставший мог быть представлен и до сих пор был бы представлен в государственной награде. То есть это величайшие важности документы. А Ким Филби только за военный период передал таких 914. Когда у Филби спрашивали, что он считает самым важным своим достижением, он отвечал одним словом – Прохоровка. От победы в Курской битве зависела судьба всей страны. Именно танковое сражение под Прохоровкой стало первой победоносной операцией на Курской дуге. Во многом благодаря Киму Филби. Незадолго до Курской битвы именно Филби смог передать в Москву технические данные о толщине и составе брони нового немецкого танка «Тигры». Советские оружейники поняли, как ее пробивать. А накануне сражения разведчик выяснил, что фашисты в курсе особенностей нашей обороны. Тогда была проведена скрытая передислокация, что стало для вермахта полной неожиданностью. Ким Филби вошел в историю и смог многое сделать, чтобы ход истории изменить в пользу добра и справедливости. В 51-м году Филби попал под подозрение. Британская контрразведка допрашивала его 4 года. Он не раскололся и не прокололся. И потом еще 8 лет работал на советскую разведку за рубежом. Пока в 63-м из-за все-таки накопившихся против него улик не был вынужден бежать в СССР. Но и в Москве продолжил работать на КГБ в качестве консультанта. Еще четверть века. Михаил Богданов – один из его учеников. Встречи были раз в неделю. По пятницам, второй половине дня на конспиративной квартире. Мы покупали маленькую бутылочку коньячка, которую нашло за виски. Виски тогда было не достать. Иногда он изображал из себя, предположим, контрразведчика или таможень на паспортном контроле или еще кого-то. А мы изображали, соответственно, того советского представителя, который, так сказать, там, либо дипломата, либо сотрудника торпедства, либо советского журналиста. Все это происходило на английском языке в течение двух или трех часов. В общем, мы были как выжатые лимоны, но польза от этого была колоссальная. Первый канал сделал документальный фильм о легендарном разведчике. В картине использованы уникальные материалы, переданные службой внешней разведки, а также видео из архивов семьи Филби и его коллег. Премьера ленты «Ким Филби. Тайная война» состоится этой осенью. Анатолий Лазарев, Андрей Лесных, Анатолий Тюркин, Ярослав Зорин, Ольга Карпова. Первый канал.